Володя может включать запись. Ну и сегодня у нас выступает Кондратьев Дмитрий Александрович из Института Семи-Информатики Универсула с докладом «Актоматизация дедуктивной графикации с программ без использования вариантов цифров». Здесь практически будет представлена ХРТА. Ну, а я думаю, что Дмитрий лучше расскажет. Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Начинать? Да, да. Данный доклад представляет собой расширенный материал. Мы есть, Валерия Александровича, не помнящая статья в журнале «Программирование». Вначале я начну с дедуктивной верификации программ. Дедуктивную верификацию программ можно условно представить в виде трех этапов. На первом этапе для программ задаются формальные спецификации. На втором этапе для программ ее спецификации выводятся специальные формулы. Эти формулы называются условиями корректности программ. И на третьем этапе происходит доказательство этих формул, условий корректности. Если эти условия корректности истинны, то программа соответствует своим спецификациям. Теперь чуть подробнее об этих этапах. На первом этапе спецификации сдаются в виде так называемых троек кара. То есть для программы S сдаются предусловия и такие спецификации как постусловия. Это логические формулы. Также необходимо задавать еще и варианты циклов. Об этом скажу позднее. На втором этапе происходит вывод условий корректности. От таких троек кара, которые находятся в заключении правила довывод, идет по ссылкам. До тех пор, пока не получится только лишь логические формулы, условия корректности. На третьем этапе происходит доказательство условий корректности. Для этого применяются специальные программные системы для доказательства теорем. И четвертый этап – это если понадобится локализация ошибок. Правила вывода условий корректности, они позволяют вводить условия корректности, стартуя от троек кара. Здесь я привел простейшие правила вывода. Например, в случае, если у нас происходит присваивание переменной var значению выражения expression в программном фрагменте из тройки кара, то мы переходим к тройке кара, где в постусловии происходит подстановка вместо var expression. В случае тройки кара, где у нас в программном фрагменте intому присваивается expression, то есть присваивание элемента массива, то мы при выводе переходим к тройке кара, где в постусловии q a массив заменяется на update a. В случае ифа, то мы тройки кара, соответствующие ифу, переходим к двум тройкам кара, где в предусловии, соответственно, предусловие и условия ифа, и предусловие и не условия ифа. А если мы отметим, что правила мы составляем таким образом, что при выводе программа уменьшалась, здесь она уменьшается на одну программную инструкцию, и, соответственно, в какой-то момент при выводе мы доходим до пустой программы, у которой есть только пред и постусловия. В таком случае мы выводим логическую формулу, из p следует q. В случае цикла, в общем виде, для цикла требуется задавать специальную спецификацию, называемую инвариантом цикла. Эта спецификация обеспечивает вход в цикл, то есть мы видим, что при выводе для цикла у нас в посылке мы переходим тройки кара, p, pro, i, то есть обеспечиваем вход цикла и обеспечиваем итерацию цикла, то есть мы видим, что при выводе мы переходим тройки кара, i и b, s, i, то есть это обеспечение, то есть то, что инвариант выполняется на итерации цикла, и инвариант обеспечивает выход из цикла. При выводе мы видим, что получается уже еще условие корректности, i, n, b, s, i, q. В общем виде задача генерации инварианта цикла, она алгоритмически неразрешима, поэтому в общем виде приходится задавать инвариант для цикла вручную. Это проблема. Я здесь буду показывать примеры и объяснять на примерах. В качестве первого примера я использую программу из соревнований по верификации Java Program Verification Challenge. Это программа не Gate First. Данная программа изменяет знак первого отрицательного элемента массива. Отметим, что даже такая простая программа вызывает сложности при верификации, так как, во-первых, есть прислание элементу массива в цикле, ну и может инструкция break исполняться в цикле. Для такой программы заданы спецификации. В пост условия данной программы это конъюнция двух случаев. Это конъюнция двух импликаций, да. А посылки этих импликаций – это собственные случаи. Первый случай, первая посылка импликаций не found negative, то есть если элемент отрицательный в массиве не найден, то тогда A равно 0, то есть полученный массив равен исходному. А второй случай – это если found negative, то есть найден отрицательный элемент в массиве, то тогда массив A равен апдейту массива A0 исходного по позиции count index, где функция count index задает индекс первого отрицательного элемента массива. То есть вот такая спецификация программы, и для цикла задан invariant. Invariant – это импликация в данном случае, и заключение этой импликации о том, что у нас элементы массива больше либо равны нуля, и что элементы массива равны исходному элементу массива. Действительно, пока мы не произвели апдейт массива и не вышли из цикла. Для данного примера было порождено четыре условия корректности. Я их здесь привожу, чтобы показать, что даже для такого простого примера условия корректности могут выглядеть, ну и не только выглядеть, и являться достаточно сложными формулами для доказательства. В трасте второго примера рассмотрим общеизвестную программу сортировку простыми выставками. Постусловие такой программы – это конъюнция двух предикатов – PERM и ORD. PERM – это называющий иначе предикат перестановочности, ORD – предикат упорядоченности. Предикат PERM говорит о том, что вот в диапазоне от нуля до N-1 массив А0 является перестановкой массива А. А предикат упорядоченности ORD говорит, что в диапазоне от нуля до N-1 у нас массив А упорядочен. Для данного примера были заданы варианты внешнего и внутреннего цикла. Отметим, что вот для такой довольно простой программы варианты уже выглядят сложно, их задавать сложно. Итого отметим, что наша цель – это не просто дедуктивная верификация программной закессии, но автоматизация данного процесса. для этого мы создаем систему силой тверд. Данная программа применяет вход в программу на некотором подноженстве, языке СИ и ее формальной спецификации. На первом этапе исполнения системы силой тверд генерируются условия корректности для программы. На втором этапе исполнения происходит доказательство таких условий корректности. В качестве системы доказательств мы используем программную систему S7-2. На третьем этапе происходит локализация ошибок в случае, если у нас есть недоказанные условия корректности. Ну и выходом данной системы является отчет результатов верификации. то есть в данной системе в качестве основных блоков можно рассмотреть блок генерации условий корректности, который для программы и ее спецификации генерирует условия корректности. Потом происходит доказательство условий корректности. Он используется не только сама система доказательств, но и ей помогает модуль управления доказательства. И локализовать ошибки помогает модуль локализации ошибок. Для того, чтобы автоматизировать дедуктивную решикацию, необходимо решить три проблемы. Инварианта, задание инвариантов цикла, локализация ошибок и доказательство условий корректности. Соответственно, мы используем три подхода для решения этих трех проблем. Для решения первой проблемы мы используем символический метод верификации финитных итераций. Для решения второй проблемы мы используем метод локализации ошибок, который состоит в методе символитической разметки и стратегиях доказательства свойств, которые могут означать наличие ошибок. И для автоматизации доказательства условий корректности мы используем стратегию автоматизации доказательства условий корректности. В качестве родственных работ отметим, что так же, как и мы, транслируем циклы в рекурсивные функции. Об этом я расскажу подробнее. Также Мэрин и Гордон, они транслируют циклы в рекурсивные функции, чтобы не задавать их инварианты в первой представленной здесь статье. Но Мэрин и Гордон, они не рассматривают, как автоматизировать доказательства полученных условий корректности. И, конечно же, очень частые решения про дневные варианты цикла пытаются генерировать инварианты для определенных классов программ. Здесь я приведу работу Ковач в качестве премьера. Отметим, что Ковач в своей работе рассматривает так называемые П-разрешимые циклы, то есть циклы, в которых правые части присваивания имеют вид полиномов, что накладывает серьезные ограничения на такие циклы. Также отметим, что актуальна задание стратегий, которая позволяет автоматизировать доказательства условий корректности. Здесь в качестве примера я привожу статью 2020 года, в которой даже для программы сортировки показана актуальность. показана стратегия, как автоматизировать доказательства условий корректности. Также я привожу статью о локализации ошибок Дэнни Фишера. На основании этой статьи я покажу, как мы используем предложенный Дэнни Фишером метод в нашей системе, как мы этот метод, предложенный Дэнни Фишером, модифицировали. Да, и также отметим, что в настоящее время разрабатываются различные единые подходы, потому что доказательства и корректность, и некорректность программ. Здесь я привожу в качестве примера статью недавнего Энтони Хара. Но отметим, что в данном подходе не решена проблема никак инвариантов цикла. Теперь перейдем к нашему решению. Во-первых, для решения проблем инвариантов цикла мы применяем символический метод верификации фенитных итераций. Данный метод применяется для цикла, для определенного класса. Этот класс циклов называется фенитными итерациями. Фенитная итерация, она совершает итерацию над один раз над каждым элементом структуры данных. И при этом тело такой итерации всегда завершается. Здесь приведена итерация, где Х пробегает элементы структуры данных С. И приведены две операции выборки из этой структуры данных. ЧУ, которая выбирает элементы структуры С. И РЕСТ, это остаток структуры РЕС. В таком случае мы можем определить рекурсивную функцию РЭП. Пость ВИНОЛЬ это начальное значение переменных цикла ВИН. Тогда для пустой структуры данных РЭП возвращает ВИНОЛЬ, а если структура данных не пуста, то РЭП определено рекурсивно, как тело цикла, примененная к РЭП от остатку структуры данных. Таким образом, рекурсивная функция РЭП возвращает значение элементов цикла. Значит, мы можем задать следующее правило вывода для фенитной трации над структурами данных. При таком правиле мы переходим к посылке, где мы в постусловии заменяем значение переменных цикла ВИ применением рекурсивной функции РЭП. Отметим, что данное правило вывода позволяет обойтись для такого цикла, как фенитная трация, без инвариантов. Но стоит вопрос, как задать такую рекурсивную функцию РЭП. В качестве системы доказательства мы используем систему SL2. Поэтому мы генерируем функцию РЭП на языке системы SL2. А это Applicative Common Lisp. То есть функциональный диалект языка ком-лисп без побочных эффектов. Но самый простой способ генерируем статуру РЭП это поступить следующим образом. Задать функцию РЭП рекурсивно, а тело функции РЭП пусть соответствует инструкциям тела цикла. для такой генерации функции РЭП нужно каким-то образом хранить состояние и моделировать изменения. Для этого мы заводим структуру данных Frame. Это структура. У нее есть поля. Каждое поле соответствует переменной цикла. и все объекты такого типа называются FR. То есть FR точка например А это значение переменной цикла. Так как FR это структура поля которые соответствуют переменным цикла. Тело цикла мы транслируем на языке сельту следующим образом. Каждая операция присваивания и вообще каждая инструкция в теле цикла это порождение нового объекта FR который является апдейтом предыдущего объекта FR. Таким образом у нас мы всегда порождаем новый объект FR который соответствует новому состоянию. И мы получаем последовательность инструкции тела циклов смоделированную на языке applicative common list. И таким образом порождаем тело рекурсивной функции REP. Здесь показана такая трансляция на примере первым покажем что у нас изменяемые переменные тело цикла является массив А. Поэтому структура FRAME хранит в себе поле А которое соответствует массиву. И отметим что у нас хранится во FRAME дополнительная информация. Это поле loop break. Это поле это булевское поле оно хранит себе информацию. исполнилась или нет инструкция break. Итак здесь у нас приведено определение функции REP порожденной для первого примера для примера negate first отметим что функция REP определена следующим образом. Она зависит от количества итераций здесь это переменная и в начале определения функции REP мы проверяем если у нас и равно нулю то тогда соответственно мы возвращаем фрейм от А нулевого от значения массива до цикла а в качестве и а вот и далее в следующем ифе мы проверяем значение REP от и-1 от рекурсивного вызова REP и если поле loop break в таком случае истина то есть у нас loop break исполнился то в таком случае мы возвращаем значение REP от предыдущей итерации то есть в случае наличия инструкции break мы поступаем следующим образом мы считаем что у нас итерация конфинитная как будто бы продолжается но при этом значения переменных цикла не меняются то есть единственное что у нас меняется это loop break который во фрейме у нас записывается как true как истинное и мы проверяем значение loop break с предыдущей итерации если у нас был break на предыдущей итерации то мы просто в качестве фрейма возвращаем фрейм с предыдущей итерации значение переменных возвращаем с предыдущей итерации а иначе у нас здесь идет просто фактически моделирование инструкции тела цикла вот таким образом определена функция REP в качестве первого примера для первого примера было порождено следующее условие корректности мы фактически видим что это импликация из предусловия в постусловии где в постусловии у нас массив а был заменен на REP точка то есть у нас применение функции REP оно возвращает фрейм структуру структуру где поля соответствуют полям переменных и мы берем поля а точка это такая конструкция у нас появляется при выводе сначала в постусловие а потом вот здесь и в условии корректности в случае еще второго нашего примера сортировки простыми вставками у нас тоже фактически получается импликация из предусловия в постусловие но в постусловии и в постусловии у нас также у нас произошла замена у нас массив результирующий заменился на применение функции REP1 где которая возвращает соответственно фрейм и мы в него взяли поле а то есть значение массива а то есть REP точка а почему REP1 потому что у нас было в случае сортировки проведено две операции заменные две функции REP одна это функция соответствует внешнему циклу другая функция REP2 соответствует внутреннему циклу REP2 в условии корректности на первую взгляд не видно но в определении функции REP1 для внешнего цикла вызывается функция REP2 соответствующая внутреннему циклу таким образом мы порождаем условия корректности в случае эфинистных операций без инвариантов цикла теперь осмотрим решение другой проблемы проблемы локализации ошибок в случае если условия корректности недоказанно то пользователь системы верификации получает в качестве результата в общем случае недоказанные формулы и пользователь очень сложно анализировать эти недоказанные формулы к тому же возможно многочисленные варианты может быть эти формулы истинные и программа соответствует спецификациям просто система доказательств не справилась доказательств этих форм в любом случае пользователю требуется какой-то отчет какой отчет самый лучший в свое время Дэнни Фишер предложили метод который назвали методом семантической разметки Дэнни Фишер предлагает генерировать отчет о том как условия корректности формула соответствуют исходной программе Дэнни Фишер предложили обозначение некая формула помечается семантической меткой L с помощью таких скобочек и L пишется сверху в правом углу эта метка зачем мы помечаем формулу меткой чтобы хранить метки информацию метка хранит информацию о своем типе диапазоне строк теперь как же чем помечаются метки метками помечаются под форму условия корректности при выводе условий корректности то есть Дэнни Фишер предложили вводить условия корректности и помечать под формулы метками в итоге мы выводим условия корректности где под формулы помечены уже метками потом мы рассматриваем условия корректности которые не удалось доказать происходит процедура которая называется извлечение меток из условия корректности практически мы задаем некий порядок на метках внутри формулы. Мы просто выписываем эти метки одну за другом. А далее происходит следующая вещь. Дэнни Фишер предложили для каждой метки некий текст. Для каждого типа метки некий текст, поясняющий ее. В этом тексте есть некие пропуска, шаблоны для номеров строк. Мы просто проходим по списку извлеченных меток и последовательно выписываем эти пояснения для каждой метки, вставляя вместо диапазона строк. И получается текст, который объясняет всю формулу, все условия корректности. Дэнни Фишер предложили многочисленные типы меток. Например, в случае, если и мы, естественно, используем правила вывода, которые помечают под формулы семантические метки. Например, в случае присваивания переменной, где вар прислать экспрессион при выводе, мы в постусловии, как я раньше говорил, заменяем все вхождения вар на экспрессион, но экспрессион мы помечаем меткой оси. Сокращение от присваивания. И также здесь это не показано. Записываем туда метку еще и диапазон строк. И уже при выводе. В случае прислания элементу массива, где мы при выводе переходим к тройке хара, где в постусловии у нас А заменяется на апдейт массива, мы этот апдейт массива помечаем с помощью семантической метки апдейт. В случае у ифа мы переходим к двум тройкам хара и условия ифа, которые становятся либо само условие ифа, либо его отрицание, оно у нас становится в конъюнции с предусловием. Мы помечаем в случае, если оно условие ифа без отрицания метки ве, но в случае, если отрицание условия ифа, мы его помечаем меткой лз. В случае пустой программы, когда мы просто генерируем аппликацию, мы помечаем метками асмпре, то есть предполагаем предусловие и эншпост, то есть гарантируем пустусловие. В случае цикловая у нас богатый набор типов семантических меток, первая хара, в которой мы переходим при выводе, у нас предусловие помечается семантической меткой асмпре, инвариант помечается семантической меткой эншинф, в той тройке хара, которая у нас гарантирует исполнение инварианта, мы ее всю помечаем с семантической меткой кресинф, инвариант внутри предусловия тройки хара, мы помечаем семантической меткой асминф, условия Вайл мы помечаем сомантические метки Вайл-Т, что у нас условия Вайла продолжают быть истинным. А в пост мы помечаем вариант сомантических метков в инфитер. Также у нас генерируется условие корректности, соответствующие выходу из цикла. Там вариант мы помечаем меткой АСМИН в Энзит. Условие Вайла, которое не выполняется, его отрицание. Мы помечаем сомантические метки Вайл-Ф при вводе. А после мы помечаем сомантические метки Энж-Пост. Отметим, что у нас инвариант фактически везде помечен разными сомантическими метками, что показывает гибкость предложенного подхода. То есть, когда эти платформы попадут в условия корректности, разные типы семантических меток покажут нам, что инвариант играл в них разную роль. И будут сгенерированы разные пояснения. Так как для разных типов семантических меток предложены разные шаблоны пояснений. Также мы уже ввели семантическую метку для операции замены, для фенитной итерации. В случае права ввода для фенитной итерации, где мы заменяем переменные циклы ВИ на применение рекурсивной функции РЭП, мы помечаем применение рекурсивной функции РЭП с помощью специальной метки РЭП-ИТР. Вообще мы модифицировали подходы Дэнни Фишером. Если Дэнни Фишер предлагали набор типов семантических меток ограниченный строго, то мы предлагаем вводить произвольные типы семантических меток. И в данном случае мы ввели новый тип для фенитной итерации. Рассмотрим в качестве оказаться ошибок. Примерный 9ф, где внесена ошибка. Здесь внесена ошибка в строке 8. Там и в АИ должно было быть меньше нуля. То есть если мы нашли отрицательную ошибку, а программист ошибся меньше АИ. В таком случае было порождено условие корректности, помечены под формулой в нем семантическими метками. Отметим, что в скобках после семантической метки. Это мы так записываем номера строк, которые были сохранены в метке при генерации условия корректности. Отметим, что применение функции РЭП были помечены семантической метки РЭП-ИТР. И для данного недоказанного условия корректности было порождено следующее объяснение о том, что это условие соответствует строкам 1.8. Фунтсингейт-фёст. Наша цель – локализовать ошибку. Мы получаем, что при допущении, что предусловие на строке 1 выполняется, так вот, в общем, гипотеза из подусловия из строки 3 выполняется, мы получаем, что цель постусловия со строки 3 заменой действия цикла на строках 7.8 функции РЭП не выполняется. То есть пользователь может понять, каким строкам соответствует данная слоя корректности, каким строкам в программе соответствует данная слоя корректности и проанализировать, почему оно не выполняется. В качестве второго примера рассмотрим оказаться ошибок сортировки простыми вставками. Здесь мы допустили следующую ошибку. На строке 6 должно было быть инициализация цикла G присвоить I-1. А у нас вместо этого просто G присвоить I. Это приводит к следующей ошибке. И именно у нас в строке 5 К присвоить I-1. А в строке 7 у нас G-1 меньше либо равно K условия. Но это у нас на первой итерации внутреннего цикла K равно I-1. Если у нас G равно I-1, то у нас получается фактически I-1 меньше либо равно I-1. И всегда срабатывает брейк. Вот чему приводит такая ошибка. И того... Мы применив метод семантической разметки, получаем объяснение условия корректности на естественном языке. Пользователь, прочитав данный текст, может сопоставить формулу, то есть недоказанного условия корректности с программой. Здесь я подробнее это сопоставлять с помощью данного текста не буду. Я лишь только замечу, что пользователю системы реферации может быть легче анализировать именно текст, а не формулу условия корректности. Но хочется локализовывать ошибки точнее. И для этого мы придумали стратегии локализации ошибок. Все наши стратегии состоят в следующем. Мы проверяем, соответствует ли цикл свойству, которое наверняка означает наличие ошибок. Первое такое свойство. Мы проверяем, исполняется ли инструкция брейк всегда на первой трассе цикла. Если действительно инструкция брейк всегда на первой трассе цикла исполняется, значит, встает вопрос, зачем тогда действительно цикл нужен. Наверняка есть где-то ошибка. И мы проверяем также следующее свойство. Предположим, у нас, мы проверяем те циклы на второе свойство, где есть присваивание внутри элемента массива. И при этом мы проверяем вот какое свойство. что равен ли массив до цикла массиву после цикла. Ну, предположим, что мы действительно доказали, что массив до цикла равен массиву после цикла. А в теле цикла есть присваивание этому массиву. Значит, присваивание не используется, наверное. Значит, действительно, в цикле наверняка что-то не так. Игорь Сергеевич Инореев предложил называть такие свойства свойствами небезопасности цикла. Действительно, наверное, их стоит так назвать. А пока что их называем просто стратегиями. Стратегиями локализации ошибок. Вот в качестве первой стратегии рассмотрим стратегию, которая проверяет цикл, в которых есть присваивание элементов массива. Для таких циклов мы просто генерируем лему, заключение которой массив А, то есть до цикла, равен массиву А после цикла. То есть применение функции РЭП, и мы берем поле А. То есть массив А до цикла равен массиву А после цикла. Мы генерируем такую лему. Если такая лема истинна, то мы получаем, что массив не изменился по итогам цикла, но в цикле было присваивание элементу массива. Значит, мы должны предупредить пользователю, что наверняка в таком цикле есть ошибка. В качестве второй стратегии, это проверка исполняет или всегда брейк на первой трассе цикла. Тут в заключении мы генерируем лему, заключение которой это конъюнкция. То есть поиск G это счетчик цикла. Тогда мы проверяем, что значение счетчика цикла G0 до цикла равно значению счетчика цикла POSSE, то есть РЭП точка G. То есть у нас только одна итерация, по сути, произошла и то не полностью. И мы проверяем также, что поле loop break, которое у нас хранит информацию, исполнилась ли брейк и истина. То есть брейк у нас исполнился, счетчик цикла не изменился, значит на первой итерации у нас всегда срабатывает брейк. Если мы доказали такую формулу, значит действительно наверняка циклом содержит ошибку, и надо предупредить об этом пользователе, с кем верификации. Вот в качестве первого примера, вернемся к нему, у нас ошибка заключается в том, что у нас на статье 8 АИ меньше АИ тому, вместо АИ меньше 0. Это к чему приводит? АИ меньше АИ тому. Это условие, так вот, очень никогда не исполняется. В итоге у нас никогда присваивание в теле цикла не срабатывает. Оно есть. Значит, по согласно стратегии, мы генерируем лему, и наша система доказательства, СЛТУАТУЛЕМА доказывает в данном случае, что у нас массив до цикла равен массиву после цикла. И при этом в массиве цикла есть присваивание. Значит, генерируется, значит, система рефикации генерирует предупреждение о пользе всех, о том, что в цикле наверняка есть ошибка. В случае сортировки к чему приводит наша ошибка? Где в строке 6 у нас G прислой Ти тому, вместо G прислой Ти минус первому. У нас всегда из внутреннего цикла мы выходим по инструкции break. Всегда срабатывает break. На первой тракции внутреннего цикла. И у нас массив до внутреннего цикла равен массиву, всегда посыл ему приносит их. Отметим, кстати говоря, что эта ошибка, она такая очень опасная. Потому что эта ошибка, она, кстати говоря, не всегда приводит к тому, что программы Search and Sort отрабатывают неправильно. В случае, если у нас первый элемент массива произволен, ну, предположим, первый элемент массива у нас равен какой-нибудь значению V1, а все остальные элементы массива у нас равны V2, да, и при этом V2 больше либо равно V1, то тогда у нас эта программа даже с такой ошибкой отрабатывает правильно. Поэтому эта ошибка вызывает действительно сложности при верификации. Но вот наши стратегии позволяют генерировать предупреждение о внутреннем цикле. Вот стратегия о том, что у нас есть присваивание, и при этом массив до внутреннего цикла равен массиву после внутреннего цикла. Значит, наверняка ошибка в внутреннем цикле. И предупреждение о том, что у нас брейк всегда исполняется в внутреннем цикле на первой итерации. Значит, наверняка есть ошибка. Более того, мы даже можем символически всегда вычислить условия, при котором тот брейк исполняется. Потому что на произвольной этой итерации цикла нельзя символически вычислить, какое будет у нас условие исполнения брейка. А в случае, если у нас итерация всегда первая, мы это доказали, мы вместо JITO поставляем ITO, вместо KITO поставляем AITO, и получаем, что у нас AITO меньше либо равно AITO. Пользователь увидит такое предупреждение с генерировой стратегией. Естественно, будет проверять внутренний цикл наличия ошибок. Таким образом, наши стратегии локализации ошибок, они помогают локализовать ошибку для пользователя системы рефикации. Теперь перейдем к третьей проблеме автонтизации. Это проблема, как автоматизировать доказательства условия корректности. Отметим, что программные системы для доказательства условия корректности, они далеко не всегда справляются с автоматическим доказательством условия корректности. Этим системам надо как-то помочь. Особенно, конечно же, проблему вызывает наличие в условии корректности рекуративной функции РЭП, соответствующей цикла. Популярные, например, СМТ-решатели, они в дальших примерах не справлялись с доказательством по индукции. А система СЛТУ умеет запускать доказательства, где в качестве схемы индукции используют определение рекурсивных функций, которые встречаются в условии корректности. Но даже это не помогает. Даже запуск автоматических доказательств по индукции системы СЛТУ не помогает их доказать. Поэтому были придуманы стратегии. Стратегии автоматизации доказательства условия корректности. Данные стратегии основаны на такой идее. Мы в теорию предметной области пытаемся добавить леммы о том, каким свойствам у нас соответствует цикл, каким свойствам у нас соответствует функция РЭП. И далее мы пытаемся как можно больше насытить теорию предметной области таким леммем. А вот система доказательства сама уже начинает автоматически применять такие леммы для доказательства условия корректности. И доказательства удается автоматизировать за счет того, как раз что мы насыщаем теорию предметной области леммами. И эти леммы система доказательства уже может автоматически применять. Мы рассмотрим, какими леммами мы насыщаем теорию предметной области. Например, стратегия, которая разбирает случаи в постусловиях. Вот у нас первый пример не гейт-фёст. У нас в постусловии два случая. Первый случай – это то, что у нас есть отрицательный элемент в массиве. И то, что у нас нет отрицательного элемента в массиве. Эти оба случая, они у нас заданы в виде конъюнкции. И оба случая у нас фактически в виде импликации. В самом случае фактически задают посылку импликации. То есть в одном случае это фаунд не гейтинг отрицания, а в другом случае фаунд не гейтинг без отрицания. То есть в одном случае у нас есть элемент отрицательного массива, и в другом случае у нас нет отрицательного массива. Итак, стратегия говорит нам о том, что если у нас постусловие – это конъюнкция импликаций, то это, судя по всему, разбор случая. Значит, мы из этих импликаций извлекаем посылку, которая, собственно, в случае этот задает. И сравниваем. В этом случае у нас исполнился брейк или нет. То есть мы так вот с чем фактически сравниваем, что у нас значение поля лук-брейк, то есть рэп и точка лук-брейк – это вот то, что у нас рэп возвращает фрейм, а у него поле лук-брейк. И оно, как информация, исполненность ли брейк или нет. Мы сравним, равно ли оно. В данном случае фаунд не гейтинг или нет. То есть фактически это проверка на эквивалентность двух случаев. Это в случае фаунд не гейтинг – исполнился ли лук-брейк. В случае наличия отрицательного элемента в массиве исполнился ли лук-брейк или нет. И да, действительно, в нашем случае, если есть отрицательный элемент, то лук-брейк, инструкция в цикле, всегда исполняется. Значит, в случае, когда у нас фаунд не гейтинг истин, у нас лук-брейк – более всегда возвращенная истина. И действительно, эта равенство соблюдается. И эти леммы добавляются в теорию предметной области. Также в теорию предметной области добавляется лемма, что у нас, если лук-брейк отрицателен, то это равно не фаунд не гейтинг. В случае, когда у нас нет отрицательного элемента в массиве, у нас поле лук-брейк хранит ложь. И вот таким образом, две таких леммы. Первая лемма о том, что у нас эквивалентин, в случае, когда брейк исполнился, потому, что у нас есть отрицательный элемент в массиве, а вторая лемма о том, что у нас, когда брейк не исполняется, у нас эквивалентно этому случаю, когда нет отрицательного элемента в массиве. Они добавляются в теорию предметной области. И система СЕЛЬТУ, она эти леммы доказывает, они добавляются в теорию предметной области. И система СЕЛЬТУ дальше уже автоматически доказывает условия корректности, так как система СЕЛЬТУ использует эти две леммы при доказательстве автоматически. В случае сортировки простыми ставками были введены новые стратегии. Во-первых, стратегия для программ сложными циклами. На самом деле, эта стратегия очень простая. Пусть внешний цикл – это финитная итерация, которая осуществляет фактически N итераций. В таком случае мы осуществляем индукцию по N. Вот и вся стратегия. То есть, в случае, если у нас есть внешний ложный цикл, мы осуществляем индукцию по количеству итераций внешнего цикла. Да, эта стратегия в случае сортировки запускает нам индукцию по количеству итераций внешнего цикла. База индукции доказывается легко, но вот шаг индукции система СЕЛЬТУ доказать не может. Поэтому были видны еще следующие стратегии. Стратегия для программ спецификации, которые соответствуют свойству конкатенации. В случае сортировки у нас в постусловии два предиката. Предикат перестановочности и предикат упорядочности. Предикат перестановочности говорит нам о том, что массив полученный является перестановкой исходного. Предикат упорядочности говорит нам о том, что массив полученный упорядочен. И мы заметили, что эти предикаты удовлетворяют некоторому свойству. Мы ввели такое название для этого свойства, как свойство конкатенации. На самом деле легче это все показать и на примере внутреннего цикла сортировки простыми ставками. Что делает внутренний цикл сортировки простыми ставками? Он берет элемент, который здесь обозначен как K, и вставляет его в уже сортированную часть массива. Отметим, что у нас алтический массив бьется, получается, на четыре части. Первая часть – это массив такой голубоватый цвет. Это часть массива, которая не тронута, которая уже отсортирована, которая не тронута. Вторая часть – это часть светло-зеленая, которая сдвигается на единицу после вставки элемента, которая уже тоже отсортирована. И третья часть – это элемент катый, который вставляется между двумя уже отсортированными частями. И новая часть по составке вся в общем, и голубая, и красная, и зеленая, она в целом отсортирована тоже. Ну и последняя часть синяя, она не изменяется при внутреннем цикле. Для чего я это все показываю, а вот почему. Потому что, почему массив после внутреннего цикла является перестановкой массива до внутреннего цикла? Да потому что он состоит из тех же самых частей. Свойство конкатинации, оно состоит в том, что если у нас части являются перестановкой друг друга, то и общий полученный из этих частей массив является перестановкой друг друга. В случае порядочности там свойства немного посложней. Потому что, если мы берем две части, и они упорядочены, то нужно, чтобы еще элементы на их границах были меньше либо равны друг другу. И тогда две части, склеенные, так скажем, друг с другом, будут упорядочены вместе. А в чем заключается, собственно, стратегия? Стратегия заключается в следующем. Стратегия запускается, если у нас в постусловии функции, которые удовлетворяют этому свойству. Свойству конкатинации. И у нас в данном случае стратегия, естественно, запускается, так как у нас перестановочность, пермутейшн удовлетворяется, что конкатинация. А стратегия, она, это авристика, она проверяет, есть ли в массиве циклический сдвиг и присваивание. Если есть циклический сдвиг и присваивание, то стратегия генерирует леммы о том, что части массива равны друг другу. И в данном случае стратегия генерирует четыре леммы о том, что все эти четыре части массива, голубая, зеленая, красная и синяя равны друг другу. Система СЛТУ эти леммы с генерированной стратегией доказывает, эти леммы попадают в теорию предметной области, но далее при доказательстве условий корректности уже система СЛТУ доказывает условия корректности, используя эти леммы о том, что части равны друг другу. А для того мы доказали, что части равны друг другу, так как мы знаем уже, что у нас в свойстве конкретинации обладают предикаты в постусловии, а значит мы знаем, что система будет доказать легче, если мы докажем, что эти части равны друг другу. Легче будет системе доказательства, так скажу, собрать целые из этих частей при доказательстве. Нужно лишь только доказать, что части этого массива до исполнения цикла равны частям массива после исполнения цикла. Да, стратегия для функций в основном конкретинации, но такая довольно-таки сложная. Следующая. Что если рассмотреть результаты итерации, например, той же самой сортировки, то видно, что обработанная часть массива красная, при каждой итерации внешнего цикла она возрастает на единичку. И стратегия генерирует лему о том, что у нас синие части, которые не обработаны еще, которые не отсортированы, на двух соседних итерациях, какой он бы и плюс первой итерации, они почти равны синие части, то есть они отличаются только на единичку. То есть лемма о том, что у нас необработанные части, так вот, в общем, на соседних итерациях практически равны, то есть только на единичку у нас увеличится обработанная часть. И эта лемма тоже в случае сортировки система сельту доказала. Итого, если вернуться у нас сначала в случае сортировки, стратегия, которая осуществляет индукцию по количеству итерации внешнего цикла, породила базу индукции, которая была автоматически доказана, породила индукционный шаг. Потом была исполнена стратегия для программ спецификации, которых содержат функции в соседних итерациях массивных, эта стратегия породила леммы о том, что вот как раз эти части необработанные, практически равны. И система сельту доказала индукционный переход, используя это большое количество порожденных лемм. Вот так отработали стратегии локализации ошибок. Итого, в качестве результата мы представляем то, что был разработан комплексный подход к автоматизации и дегенеративной верификации, который включает в себя символический метод верификации и финток итерации, метод локализации ошибок, который включает в себя метод семантической разметки, и стратегии доказательства, которые могут означать наличие ошибок, и стратегии доказательства условий корректности. Отметим комплексность данного подхода. Фактически, стратегии локализации ошибок и стратегии доказательства условий корректности основаны на генерации свойств функции РЭП. В функции РЭП мы храним дополнительную информацию, например, исполненность или нет брейк, в поле лук-брейк, и которые активно используют эти стратегии. Мы можем также и другую информацию хранить в функции РЭП. В итоге получается, что единство нашего подхода состоит в том, что мы генерируем фактически лемму о свойствах функции РЭП. И в случае локализации ошибок и в случае доказательства условий корректности. Реализация подхода – это система силойт вверх. Конечно же, мы думаем, что наш подход может быть применен в случае других языков программирования. Мы планируем рассмотреть далее финильные итерации над другими структурами данных, не только массивными. Естественно, мы планируем рассмотреть над списками, над файлами, над деревьями итерациями. Для них разработать мы планируем алгоритмы генерации РЭП. Это стратегия автоматизации доказательств и стратегия локализации ошибок. Но фактически задел в виде комплексного подхода уже создан. Осталось лишь только расширять набор алгоритмов и стратегий, входящих в комплексный подход. Я рекомендую статьи в журнале программирования на русском и английском языке, на расширенной версии, в которых был представлен данный доклад. Это первые две ссылки. Здесь также рекомендую статью о генерации функций РЭП. Рекомендую также четвертую статью о сигналистической методе верификации итераций. И рекомендую, конечно же, исходную статью о проекте по верификации всей программы. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Александрович. Мы, как раз, уложились в пять, примерно, да? Пожалуйста, вопросы. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, Михаил Алексеевич. Добрый день. У меня такой вопрос. Ну, на самом деле, у меня пара вопросов есть. Вот, мне кажется, те условия, которые заведомо о некорректных циклах, они выглядят несколько искусственно. Вот, я извиняюсь очень сильно, но не могли бы вы чуть-чуть погромче, пожалуйста. Я бы постараюсь передвинуть прогулки, если... Да, нормально. Хорошо, еще раз вопрос. Значит, мне кажется, те условия, которые привели для заведомо о некорректности цикла, они выглядят немножко искусственно. Я в своей практике таких неправильных циклов как-то не встречал. Значит, ну, первый вопрос. Действительно ли такие вещи случаются на практике? А второе, ну, вот из ваших примеров, там, казалось, что более, с практической точки зрения, было бы полезнее искать, например, просто недостижимый код. То есть, находить те условия в программе, которые всегда истинны или, наоборот, всегда ложны. И это свидетельство, это частый случай, который, скорее всего, свидетельствует о наличии ошибки. Это первый вопрос. Я хочу отметить, действительно, что пока что наши примеры выглядят очень просто. И, конечно же, встает вопрос о практической применимости разработанного комплексного подхода. К тому моменту, когда он столкнется с программами из, так скажу, реального мира, тут я отмечу то, что комплексный подход в нынешнем виде, я считаю, это необходимый базис, необходимое начало. Так вот, необходимо начать с автоматизации и рефикации хотя бы самых таких простых примеров. Казалось бы, сортировка простыми ставками. Ну, уж общеизвестный пример. Однако, однако, я огромное количество литературы, которую нашел, проверил. И везде, и нигде нету, чтобы сортировка простыми ставками полностью автоматически прошла. Так вот, в общем, чтобы везде, так вот, в общем, например, генерируются инварианты для сортировки простыми ставками. Но при этом условия корректности так вот доказываются вручную, а не автоматически. Или инварианты задаются вручную, но при этом условия корректности автоматически. А чтобы были одновременно и автоматически варианты для сортировки ставками, и условия корректности автоматически доказались, то есть, возможно, это даже первый раз сейчас удалось. И в итоге, в итоге, хотя бы вот сортировка, я считаю, наконец-то вопрос закрыт. И, естественно, надо двигаться к более сложным программам. И для этого я, конечно же, понимаю, что комплексный подход придется расширять. Добавлять новые стратегии и для локализации ошибок, и стратегии доказательства для других классов программ. А стратегии, теперь стратегии локализации. По поводу того, что стратегии локализации выглядят искусственно, что фактически проверяются только два случая. Да, действительно, с стратегией локализации мы только фактически два таких простых случая проверяем, что проект всегда исполняется на первой тракции циклов, и что прислание массива может быть неиспользуемым. Но отметим, что есть в данном случае некий очень важный момент, в отличие от тестирования. Тестирование у нас показывает, что циклом что-то плохо на каком-то одном наборе данных. А мы же доказываем, что с циклом происходит всегда что-то плохое на всем наборе данных. И мне кажется, это направление очень перспективным на этот поход. Поэтому, естественно, нужно расширять количество таких случаев, набор таких свойств, которые наверняка могут означать наличие ошибок, и проверять циклы на большем наборе свойств. И эти первые, эти два свойства, которые проверяют, это только самое начало перед применением, так скажу, на программах из мира реального программирования. Так, у меня второй, второй, второй вопрос. На самом деле, на первый вопрос вы не ответили, что я спрашивал. И я не ставлю ни в коем случае не ставлю под сомнение важность верификации, и я в курсе о том, что это действительно сложная проблема, и о том, как там трудно двигаться вперед. Но вопросы у меня были не об этом. И я знаю, что тестирование, в отличие от верификации, плюсы и минусы и того, и другого. Значит, хорошо, тем не менее, второй вопрос. Насчет локализации ошибок. Именно локализация ошибок, ваш метод с использованием меток и указания точного места, где возникает проблема. У меня такое ощущение возникает, что здесь может быть те же неприятности, что и обычно с исполнения программы, ошибках при исполнении программы. Если программа где-то ломается, и мы там видим, что происходит деление на ноль или что-нибудь неприятное, выход до границы массивов, и система у нас устанавливается, выдает сообщение об ошибке, то ошибка может быть не в этом месте, а совсем в другом. Не возникает ли в случае верификации, логализации ошибок, та же самая проблема наведенных ошибок? Да, я отмечу, что, во-первых, то, как сейчас предложена стратегия, они тоже не могут, к сожалению, указать прямо на самое точное место ошибки. Объясню, почему. Даже сейчас они точно могут не указать. Сейчас стратегии предложены две, которые проверяют именно цикл. На то, что цикл в целом удовлетворяет каким-то плохим свойствам. Плохим в смысле, что наверняка содержит ошибку. Брейк там исполнится на первой итерации. Или массив ДОЦ, и предупреждение в общей слушателе пользователя, говорится, что, так вот, есть такой цикл, который наверняка содержит ошибку. Ну, может, ему еще условия брейк, да, сообщаются в некоторых случаях. Но это все равно не совсем точная локализация ошибок. Ведь цикл может быть большой, содержать много инструкций. А стратегии в нынешнем виде, они говорят пользователю, что, вот, смотрите, есть такой большой цикл. И, да, это недостаток. И нужны стратегии еще для более точной локализации ошибок. Это по поводу именно вопроса о, именно о моих стратегиях. По поводу того, что ошибка может быть наведенная, или может быть ошибка времени исполнения. Это, увы, так вот, в нынешнем виде никак, к сожалению, пока что наша система силает вера не отловится. Это нужно развивать, нашу систему силает вера. И, конечно же, для того, чтобы придумать стратегии, как можно работать и с такими ошибками, как вы обозначили. Хорошо, спасибо. Спасибо, Николай Вячеславович. Что вы хотите задать вопрос? Добрый день, спасибо за доклад. Дмитрий Александрович, во-первых, вы упоминали нескольких людей, которые занимались сведением итеративных программ к рекурсивным, но при этом мы как раз в очередной раз не упомянули Владимира Ивановича Шелихова. Предикатное программирование – это как раз есть программирование без циклов сразу. Фактически только каждая программа снабжается предыпускным условием. То есть до сих пор, мы буквально недели с вами назад об этом говорили, но повторение того же самого. Ваше отношение, может быть, вообще стоит интегрировать этот проект, ваш проект с предикатным программированием. Мне было бы интересно применить стратегии, предложенные в данном проекте, в проекте, предложенном Владимиром Ивановичем Шелиховым по предикатному программированию. Я думаю, что в случае предикатных программ, стратегии, предложенные мной, могли бы помочь автоматизировать доказательства условий корректности. Спасибо. Есть еще вопросы? Рассказываем, может быть, могу пересанавливать. Пожалуйста, Руслан Григорьевич. Добрый день. У меня такой вопрос. Как-то вот здесь сильно идет концентрация на достаточно низком уровне в этом языке. Вот это там Си, там Си, Лай, Си, Пена. Все понятно. А почему вы не занимаетесь языками, где, может быть, часть вот этих самых вопросов, она решается, ну, так скажем, проще? Ну, не знаю, может быть, языками функционального программирования. Сейчас они набрали прям сильную популярность там и так далее. Да, конечно же, применение данного подхода к языкам функционального программирования является, как мне кажется, очень перспективной и интересной идеей. Я упомяну то, что методы данного подхода уже были применены к одному языку функционального программирования. Это язык Клауд СИСАУ из проекта Витера Николаевича Касьянова. И, конечно же, я отмечу, что в случае СИСАУ программ, предложенные подходы, предложенные стратегии позволили автоматизировать верификацию программ на языке Клауд СИСАУ. Но, конечно же, Клауд СИСАУ – это довольно-таки специфичный функциональный язык программирования, который основан на конструкции итерации. А, конечно же, интерес представляют и другие распространенные языки программирования. и как будущее направление исследований, конечно, бы действительно рассматривать применение и методов, разработанных для автоматизации депутатной верификации программ и на функциональный язык программирования. Ну и другой вопрос. Вот, ну, как-то хочется в конце пути вот этого нашего длинного по задачам верификации, по теоретическим исследованиям все-таки увидеть какие-то практические результаты. в конце концов, выход на какую-то технологию. Соответственно, Институт программных систем, можно сказать, наши очень близкие коллеги имени Иванникова, они пошли по пути все-таки, что какие-то задачи решаются, какие-то не решаются, но их можно чем-то элиминировать. Но в итоге они выходят на, так сказать, анализ больших настоящих программ. Вот, то есть, они просто поставили это как некоторую задачу и там каким-то образом вышли. Вот у меня ощущение, что на уровне вот такой, того, чтобы программа была полностью прямо отверифицирована, но как это все на уровне двухсот строчек кода-то и останется еще несколько десятилетий? Или я не прав? Вот поясните, пожалуйста. Да, в ESPRAN верифицируют действительно очень сложные программы, которые не просто имеют отношение к реальному программированию, а, например, это скидра, кода, линукс и другие программы из практики. Но отмечу, что, конечно же, в ESPRAN очень много ручного труда для решения этих задач и расстановкой вариантов цикла, и доказательства условий корректности. Мы же решили пойти другим путем. Мы поставили в качестве сверхцели автоматизацию, и поэтому у нас пока что такие простые программы, потому что именно в качестве главной цели встает автоматизация, дедуктивная верификация. И в итоге сейчас, если попытаться посмотреть на текущую ситуацию, то, наверное, судя по всему, наиболее успешен будет какой-то компромисс между таким ультимативным подходом к автоматизации, который предлагаем мы, и между ручным трудом, который сейчас осуществляется в ESPRAN. Вот я думаю, что компромисс на решение, если у нас найти. Спасибо. 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 Видео Васильевна Городина. Да, вот я хочу тоже задать вопрос. Вот когда эта тематика появилась, она называлась «Проверка свойств программы». Термин «правильность» возник после. Меня интересует, вот есть ли исследования, в которых сравнивается как бы правильность программ и доверие пользователей программе. Вот впечатление, что есть довольно много программ, в которых известно, что там куча ошибок, пользователи научаются их избегать и спокойно себе применяют. И есть мощные методы проверки правильности, но почему-то им, у практиков, доверие невысокое. Очень часто совершенно огульно, даже не знакомясь с тем, что может получиться, говорят «нет, нет, это неэффективно, недостоверно». Вот в этом направлении есть ли какие-то сдвиги, вот как-то достичь взаимопонимания и компромисса? Да, интересный вопрос о доверии пользователя к системе верификации. Интересен вопрос о формате взаимодействия пользователя с системой верификации. Например, в нашем случае мы пытаемся избавить пользователя от того, чтобы пользователь системы верификации видел условия корректности. То есть мы пытаемся, мы исходим с того, что условия корректности – это логические формулы, и для того, чтобы в них разбираться, пользователь системы верификации должен иметь некие компетенции в математической логике, как минимум. А наша цель – это как-то приблизиться к систему верификации, так скажу, к рядовым программистам. И для этого мы пытаемся избавить пользователя, чтобы он не видел условия корректности формулы. Мы пытаемся пользователю сообщить результат верификации в виде отчета на естественном языке. В случае, если все условия корректности доказаны, то понятно. Отчет очень короткий о том, что программа соответствует спецификациям. А в случае, если есть недоказаны условия корректности, то наш метод локализации ошибок, он порождает тексты о том, как условия корректности соответствуют программе. И этот текст, он в некоторых случаях может позволить пользователю даже не рассматривать собственно, саму условия корректности, саму формулу. Порождает предупреждение в виде отчета на естественном языке. Но, конечно же, если пользователь действительно такого-то с чем хочет и обладает компетенцией, то он, естественно, сможет посмотреть и формулу сами. Условия корректности. То есть мы исходим из того, что пользователь, он все-таки доверяет системе верификации, доверяет сгенерированную ей отчету и может уже ориентироваться на корректность или некорректность программ, исходя из отчета. Но если пользователь хочет проверить, как работает система верификации, так скажу, изнутри, то он может анализировать условия корректности. Но для этого пользователя, естественно, потребуются соответствующие компетенции. А наша цель-то как раз избавить пользователя от анализа, так скажу, системы информации, которая может быть внутренней информацией системы верификации, а предоставить пользователю лишь только отчет на естественном языке. Дело сильно удовлетворены. Ну, наверное, здесь трудно удовлетворить пользователя. Трудно сказать. Мне кажется, что эта тема как-то осталась все-таки в тени. Наверное, здесь нужна какая-то опыт использования системы, чтобы пользователю... Нужно оценить их реакцию. Сейчас, наверное, это невозможно, так как это в лабораторных условиях только все-таки опыта. До свидания. Так, пожалуйста, еще вопросы для этого отчетку или пожелания, какие-то замечания. Ну, вот мы, наверное, вопросы иссякли. Мы тут работаем где-то полтора часа, для практически, да? Наверное, будем заканчивать. Да, остается пожелать Дмитре Александровичу и его коллегам, чтобы они внимательно отнеслись к предложениям, которые здесь прозвучали, по поводу интеграции с другими проектами, по поводу сравнения с известными разработками вот института системного программирования, чтобы как-то проект двигался вперед, по поводу функционального программирования тоже. Я думаю, что, наверное, команда не такая вот большая, чтобы вот под всем этим направлением работать. Поэтому, наверное, те кланы, которые были озвучены, они, Дмитрий Александрович привел, они реалистичны. Ну, может быть, стоит обеспечить корректировку этих кланов о будущее, или как-то приблизить время, когда действительно реализация программ станет той уже востребованной всей разработчикой. Ну, что, мы будем заканчивать, да? Есть еще какие-то желания? Ну, вот Дмитрий Александрович хотел выложить пять статьи, но они не выкладываются. Ссылочек, к сожалению, нет. Ну, в принципе, вы можете обратить внимание на первые две статьи. Это одна и та же статья, только в разных вариантах. Русскоязычная и на английском языке. В принципе, этот журнал доступен. По крайней мере, в нашей библиотеке, в библиотеке имени Андрея Петровича Ярцова, имеется. Этот журнал можно будет посмотреть. Ну что, тогда мы заканчиваем сегодня семинар. Всего доброго. До свидания. Спасибо докладчику. Интересный доклад и интересные ответы на вопросы. До свидания. До свидания. Ну, да я правильно же сказал. По-моему, в библиотеке.